Информационная война 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 Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. То есть, когда американские силы и коалицию, которую они возглавляют, вывозят из-под зоны удара боевиков, одетых в соответствующую форму, вчера даже по телевизору показывали автобусы, грузовики, как вывозили этих боевиков. Заявлено было, что около 250. То нужно понимать, что это речь идет о спецназе, о специальных войсках, которые не только американские там есть, но там есть и французские, и английские, и польские. И вот эта иррегулярная армия, где весь основной личный состав является выходцами из этих территорий, ну, соседних, может быть, стран, а весь командный состав является специальными войсками Запада, вот это и есть так называемый ИГИЛ, не более и не менее. Само по себе это событие показательно тем, что вскрываются все. Вообще слово «скрываются все» — это, ну, такая характеристика игры, когда уже близок финал, уже когда кульминация вот-вот наступит. И вот просто эту информацию нужно иметь в виду, особенно с учетом того, что вчера Третий комитет организации объединенных наций принял резолюцию по правам человека в Крыму. Это второй информационный повод, который произошел за последние сутки. Петр Порошенко, президент Украины нынешней, был инициатором такой резолюции. Он подал этот документ по поводу прав человека, что права человека здесь нарушаются, что здесь тоталитарный режим, что здесь не могут работать общественники, да, так, внимание, что здесь угнетаются отдельные народы и так далее, и так далее. И вот мы с вами вчера смогли и сегодня утром посмотреть на расстановку сил. За эту резолюцию проголосовала 71 страна. Против проголосовали 25 стран. Воздержались 77. Воздержались — вот это и есть то примерное поле того, какая сейчас ситуация в мире. То есть все понимают, что Соединенные Штаты и Америки теряют свою силу. Все понимают, что они уходят из управления во всех частях мира. У них силы размазаны по всей планете, и поэтому они потихонечку выводятся из управления. Однако за долгие годы, когда расставлялись кадры по всем странам, за долгие годы, когда финансовыми инструментами привязывались экономики этих стран к Соединенным Штатам Америки, сложилась ситуация, что Государственный департамент Соединенных Штатов Америки управляет всем миром. Для него, в общем-то, абсолютно неважно, стейт Техас, или стейт Луизиана, или стейт Фрэнс, или стейт Джермани, для них это абсолютно все равно. И получается ситуация, при которой мы видим движение всего мира к тому, что мы освобождаемся от ПАКС Американо, но это еще не наступило. Этот момент, когда ПАКС Американо прекратит свое существование, мы вступим в новую историческую эпоху. О чем это все говорит для нас, для крымчан? Во-первых, я хочу сказать, что это информационное поле, оно не является неуправляемым с нашей стороны, а только управляемый крупными операторами глобального исторического процесса. На самом деле, вот эта ситуация с резолюцией, когда о нас говорят за глаза, при этом упрекают в вещах, которые со смехом здесь воспринимаются, она требует какого-то, знаете, не ответа впрямую. То есть мы не будем спорить с ООН, там, со всеми этими играми. Мы понимаем прекрасно искусственность такой резолюции. То есть когда собирается кружок людей, которые вообще завязаны по интересам, им предлагается тема для размышлений, да, и они голосуют, исходя из своих интересов, а не исходя, например, из того, чтобы в конце концов выяснить, а что же там в Крыму происходит. Так вот в этой ситуации, мне кажется, нам с вами снова, вернемся к тезису прошлого эфира, нам с вами не хватает средств массовой информации, сетевого порядка, не эфирных каналов, а именно сетевых, потому что подавляющее большинство людей, которые наблюдают за Крымом, они наблюдают за нами в интернете. Нам, грубо говоря, не хватает своего Анатолия Шария. То есть было бы прекрасно и прикольно, если бы, например, на территории Республики Крым появилось два-три топовых ютубера или группы ютуберов, да, вот, ну, например, тот же Дмитрий Пучков-Гоблин, да, у которого тоже под миллион подписчиков, как и у Шария, да, и который выпускает огромное количество роликов на разные темы, на разные темы культурные, социальные, политические и так далее, и так далее. И вся его аудитория, она, безусловно, там имеет определенный крен в сторону патриотизма, в сторону государственнических интересов. Так вот, такого бы блогера вырастить бы у нас здесь, в Крыму. Что бы такой блогер мог бы или группа блогеров могли бы сделать? Во-первых, я вас уверяю, что точно так же, как мы знаем состояние дел на Украине, а сколько там до той Украины расстояние, да, пока мы там не побываем, мы, собственно говоря, атмосферу не получим. Мы знаем это по пересказам людей, которые пересекают границу, которые беженцы не из Крыма, а с Украины сюда. Нам с вами можно показать очень многие вещи, не только с точки зрения нарушения прав человека в самой Украине, да, но и показать вообще все, что происходит в Крыму. Даже включая то, что показать цены, показать, как работают отели, рестораны, показать туристические достопримечательности, взять интервью простых людей, сделать вот тот самый объем работы, достаточно монотонный, достаточно, может быть, показаться рутинный, но тем не менее очень важный, при котором люди на той стороне, особенно если эти ролики снабдить английскими, немецкими и французскими субтитрами, они, в конце концов, увидят картинку. Потому что устные пересказы, когда в уши людей, сидящих в третьем комитете ООН, рассказывают там всякую ерунду о нас, это один разговор, это слухи, да, и люди берут и превращают эти слухи в резолюцию. А когда люди увидят картинку, это совсем другой разговор. То есть визуальная картинка, когда увидят инсайдера, который не актер, да, он не исполняет сценарий, а который просто на центральном рынке города Симферополя или города Ялты возьмет и ответит на 2-3 вопроса. Вот таких роликов нам с вами не хватает катастрофически. При этом нам не хватает контента, связанного с тем, а что же в Крыму происходит в социальной сфере, в сфере образования, в сфере просто обыденной жизни людей, в сравнении с тем же, что происходит на территории Украины. Это очень важная работа, которую я предлагаю тоже подумать, особенно тех людей, которые имеют мотивы и желания. Те, которые не имеют... Тут еще очень важная вещь. Очень многие люди не идут на экран, не идут в камеру, потому что у них есть родственники на той стороне, которые просто побоятся за их судьбу, потому что охранка есть охранка. Вот парадоксальная ситуация. ООН принимает резолюцию по поводу прав человека в Крыму, а мы, крымчане, бывшие соотечественники людей, живущих на той стороне, мы опасаемся рассказывать что-либо о нас, потому что у нас там есть родственники, друзья и люди, которые находятся под охранкой, и там уж точно нарушаются права человека, чего уж стоит 1-2 мая 2014 года, и другие события, которые потом последовали. Три с половиной года страна находится фактически в оккупированном положении. Правда, достаточно драматическая ситуация. Вот мне кажется, что мы в этой драматической ситуации должны ни с кем не спорить, никому не противостоять, не использовать их подачи как стартовую точку отсчета, а нам нужно всего лишь навсего рассказать человеческим языком о том, как живет Крым. Что такое материнский капитал с точки зрения украинских женщин, которые об этом даже и не слышали, но не видели, не чувствовали на себе. Что такое бэби-бум, который сейчас происходит в Крыму. Что такое предпринимательство и перестройка предпринимателей, которые были завязаны еще до 2014 года на экономические связи с большой Украиной, с материковой, Харьков, Днепропетровск, Кривой Рог, Киев и так далее. У нас товарная масса вся шла из Одессы. А сейчас товарные потоки переориентированы. И вот как живут предприниматели, причем те, которые занимаются абсолютно обыденными бизнесами, связанными с продуктами питания, с ресторанным бизнесом, с отелями Харека, связанные с дополнительным образованием, с оказанием экскурсионных услуг. Вот весь этот плац жизни, он в принципе в сети не проявлен. Но в сети проявлены споры общественников, которые в этой ситуации, которая на самом деле является прифронтовой. Мы с вами живем в условиях блокады, у нас граница находится на достаточно условном таком положении. У нас не ходят поезда со стороны Украины. Это связано прежде всего и с террористическими угрозами. И вот в этой ситуации у нас нет с вами консенсуса, гражданского договора, как себя вести в глобальной сети. Ну, например, в Facebook. То есть что такое Facebook? Это американская социальная сеть, которая прежде всего создана спецслужбами, глобальными спецслужбами. Тот же Цукерберг, это вообще-то человек очень непростой, который на самом деле является членом одного глобального клана. И весь Facebook, это на самом деле, знаете, такой невод, который заброшен в каждую страну. И, в общем-то, там мониторится и записывается на винчестеры любая реплика, любое сообщение, любые споры и дискуссии. Этот массив данных, он анализируется, он складируется, ничего не убирается. И из этого объема данных вообще делается разведывательная справочка о том, что происходит на территории того же Крыма. Какая расстановка сил среди общественников. Кто из общественников в темную, понятное дело, общественники люди неплохие, они стремятся улучшить жизнь. Только им не хватает знаний, оперативных прежде всего, для того, чтобы понять, что можно делать, а что нельзя. Именно с точки зрения того, что случится в будущем. Общественники рассуждают в двоичной логике. Вот есть хорошие люди, которые живут на земле, есть плохая власть, которая занимается коррупцией, грабежом, отдавливанием активов и так далее. И вот мы возьмем, и вместо того, чтобы написать соответствующее обращение граждан в соответствующие государственные структуры, согласно закону об обращении граждан, эти люди просто-напросто, ну что, написать обращение гражданина, это труд, это надо поднять одну часть туловища от дивана, нужно взять форму, нужно посетить это учреждение, нужно написать обращение, в котором нужно очень четко в трех-четырехактной структуре изложить суть вопроса и задать решение. Многие же люди пишут обращение или даже крики в социальных сетях. Очень просто. Вот есть проблема, решите. Без предложений. А как решить? А список вопросов, он колоссальный. Мы живем в достаточно сложной прифронтовой зоне. И получается, что люди, не дающие себе труда управить, напрягают обстановку, создают иллюзию, что здесь все плохо, все пропало, что Порошенко прав, который подает, например, проект резолюции в Третий комитет ООН и так далее, и так далее. В результате складывается впечатление, что мы с вами находимся где-нибудь в ноябре 2013 года в Киеве, когда люди начинают выходить на Майдан и рассказывают историю, что кто-то там должен уйти. Общественники, которые находятся в ноябре 2013 года, они еще даже себе не представляют, сколько родственников погибнет, что примерно к 2015 году будет убито только в боевых действиях примерно 100 тысяч человек, это по территории Украины, включая террористические атаки в Одессе, в Мариуполе, в других городах, в Луганске и так далее. Так вот, на момент времени 2013 года общественники вообще этим не парятся. Им хочется в белую или в темную исполнить свой, как они понимают, гражданский долг, обличить власть и при этом дестабилизировать ситуацию в стране, и при этом привести ее к цветной революции, и при этом открыть границы и завестить натовские части. Вот какая получается логическая последовательность. Так вот, я ничего не хочу сказать по поводу наших общественников, прямо уж такого сильного, но когда Владимир Горначук дает интервью Крымреалиям, причем я подозреваю, что он, понятное дело, не ездил в редакцию, а просто его набрали по телефону, и он рассказал. И в Крымреалиях висит его архивное фото, что он там чистый берег Крым, глава общественной организации, что он общественник и так далее, и так далее, и он по телефону рассказал, что общественникам сейчас живется очень плохо. Общественникам живется очень плохо тем, кто без руля не понимает, в какой ситуации находится Крым. Общественникам сейчас живется плохо тем, которым родственники говорят, а что вы творите, когда им говорят, что, ребята, вы хотите так, чтобы было так же, как на Украине? Это один вопрос. Но второй вопрос, когда наши люди дают интервью Крымреалиям, я, кстати, совершенно не согласен с Сергеем Ивановичем Шувайниковым, который в прошлый четверг заявил, что это нужно делать, логика какая была, что нам нужно прорывать информационную блокаду, нам нужно давать интервью всем, кто задает вопросы. Я предлагаю к этому отнестись, вот к этой логике, отнестись так, как к этой логике отнеслась однажды Мария Захарова. Это спикер Министерства иностранных дел. Она рассказала в одном из своих брифингов, она рассказала такую историю, что когда министр иностранных дел дает интервью западным СМИ, это была длинная практика, то оказывалось на следующий день или через месяц, когда этот материал уже выходил, что он был просто кастрирован, там были выкинуты самые главные тезисы, и при этом это все было интерпретировано ведущим или тем, который задавал вопросы, совершенно в произвольной форме. Контекст был абсолютно другой, слова министра перевирались, и таким вот образом получалось не разрыв информационной блокады, а еще и сугубление информационной войны против России. Что сделало Министерство иностранных дел? А Министерство иностранных дел написало всем своим входящим в пул западным журналистам, что во что бы то ни стало, что бы ни произошло, какое бы интервью вы ни брали, будет стоять МИДовская камера. И это интервью будет зеркально отображено на сайте МИДа. То есть, если очень хочется дать интервью подразделению американской разведки, если кто забыл, то я хочу напомнить, что Радио Свобода – это подразделение ЦРУ, медийное подразделение. Очень часто для спецслужб удобно скрывать своих сотрудников под журналистским визиточкой или журналистским удостоверением. Так вот, Радио Свобода, символ вот этот оранжевый, помните, Крым Реалии – это подразделение Радио Свобода. Но связочка через прокладочку с американской разведкой никуда не делась. Это не «Зюдойче Цайтунг», это не «Нью-Йорк Таймс», это не «Си-Эн-Эн». Есть большая разница между западными средствами массовой информации. Я предлагаю всем нашим общественникам, политикам, очень четко себе запомнить, что Крым Реалии, Радио Свобода, Реалии Сибирь, есть еще такое зеркальное подразделение, которое работает в территорию России, находящуюся за Уралом. Вообще, американская разведка плодит огромное количество таких ресурсов в интернете, которые занимаются фактически подрывной деятельностью. Так вот, общественники и политики, которые считают, что нет никакой разницы между «Зюдойче Цайтунг» и Крым Реалиями, помнить, что это подразделение американской разведки. И если вы вдруг все-таки, ну так захотелось, даете им интервью, то, пожалуйста, ведите съемку или ведите запись параллельную, потому что ваши слова все равно будут перевраны, передернуты и будут использоваться в любом случае против интересов Республики Крым и против интересов Российской Федерации. Ну, по телефону, понятное дело, можно не успеть нажать кнопочку, записать. И понятное дело, что не всегда все люди будут сразу же публиковать эту запись, поэтому лучше воздержаться именно от дачи интервью подразделениям американской разведки. Это есть маркер. То же самое, что вскрылись все на Ближневосточном театре военных действий, у нас сейчас тоже происходит период, когда вскрываются все, когда общественники, безусловно, среди них есть хорошие, честные люди, которые действительно решают вопросы, связанные с обращениями граждан, с хозяйственными, с градостроительством, с благоустройством и так далее. С вопросами имущества. Вопросов много. Никто не говорит, что жизнь у нас идеальна. У нас всего прошло три года, три с половиной, после возвращения в состав Российской Федерации. Работа еще не початый край. Но сейчас, когда мы с вами находимся за пять, за четыре с небольшим месяца до президентских выборов, до нашей очередной четвертой годовщины воссоединения с Россией, 18 марта 2014 года, когда мы точно знаем, что по методичкам Шарпа и другим методичкам, которые не оглашались, сейчас будет активизироваться любая подрывная деятельность против России, то есть предложение заключить некий договор этический, гражданский, между всеми гражданами. Всегда есть способ решения любых вопросов, связанных с обращением граждан, таким образом, чтобы не выносить это в глобальную сеть, причем не выносить это в разных контекстах. Зачем американцам знать о том, что у нас есть люди, готовые к вербовке, которые кричат на всех углах и, в принципе, изображают митинговую активность? Это сразу вызывает вопросы. Ага, есть человек, который не стесняется, который в своих репликах, например, говорит антигосударственнические вещи, занимается вещами, которые называются дискредитацией органов власти, дискредитацией чиновников высшего уровня. А это, между прочим, написано в миссии той же Кремриали и других подразделений информационных войск Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Турции, Польши, которые, кстати, все базируются на территории Украины, только в разных областях. В Херсонской больше турецких центров, в Кировоградской и ближе к Донецку больше британцев. Но в целом в миссии, в задачах, которые, кстати, в открытых источниках видны, там написано первым пунктом – дискредитация органов государственной власти. И вы будете мне рассказывать о том, что наши общественники, которые говорят о том, о том, о том, но у них через пост в социальной сети есть наезды персональные на чиновников, на органы государственной власти. Причем я не хочу сказать, что нет поводов, просто поводы раздуваются до такой степени, что, а можно на самом деле, люди, которые знают, что такое риторика, ораторское дело и что такое софистика, они прекрасно понимают, что из мухи раздуть слона, даже поговорка такая есть. В принципе, можно, особенно за 4 месяца до президентских выборов. Особенно с точки зрения того, чтобы облегчить подрывную деятельность западным спецслужбам, которые спят и видят, а где же эти втемные идиоты, которые ходят по Крыму и которым нечего есть или которым там обижены на что-то, они у власти не удержались. А все наши записные общественники – это люди, которые были, имели отношение к власти. Не в то время, так в это. Которым предлагали возглавить определенные муниципальные образования. Они отказались. Но обида на то, что у них не состоялась политическая деятельность, закончилась тем, что, я подозреваю, там мог быть бербующий офицер, который мог нет-нет, дай-па, советовать, поддержать, дать какой-то внешний ресурс, пусть даже политический. Либо они в темную. Вообще, они вдруг поняли, что их политическая карьера должна выражаться вот в этой плоскости. Это все очень сфера таких очень аккуратных действий. Это сфера очень тонкого такого анализа. И я думаю, что многие общественники, которые поймут, что мы находимся за 4 месяца до достаточно грандиозных изменений в стране, они свой пыл поубавят, потому что на кону стоит вообще устойчивость управления Российской Федерацией. Не побоюсь тысячный раз повторить это словосочетание. Наша задача при всех желаниях что-то исправить в хозяйственной сфере – это сохранение устойчивости управления Российской Федерацией. Сохранение устойчивости управления Республики Крым. Мы с вами прекрасно понимаем, что Крым связан с Путиным. Что этот исторический ход, связанный с возвращением, непосредственно связка Симферополь-Москва. И когда в первые моменты времени будет атака информационная, причем никто же Крым реалий не читает. Это никто и звать их никак. Но наших общественников нет, да и почитывают, и вот они создают информационное поле, что все очень плохо. Что система управления не такая, что ее нужно в корне менять. И при этом они, кстати, очень лицемерно говорят, но мы считаем, что Путин – это наш президент. То есть получается, одной рукой письмо строчил, другой, ну, если так мягко выражаться, мы хвалим Путина, но в то же время мы начинаем дестабилизировать ситуацию персонально против назначенцев Путина. Логика где? Где логика? То есть эти люди, маскируясь и подставляя других людей, создают ситуацию, при которой западным центром, тем же Крым реалиям, тем же Радио Свобода и другим подразделениям иностранных спецслужб становится просто удобнее работать против Крыма для того, чтобы Порошенко мог заносить разные резолюции, а завязанные на Соединенные Штаты Америки страны тут же исполнят. Они как эти куклы, да, за веревочкой дернут, они тут же исполнят. И на сегодняшний момент расклад сил, напоминаю, да, 71 страна проголосовала за, по абсолютно лживому, брехливому и несправедливому тексту. 77 стран воздержались, то есть это люди, которые еще не определились, так пак с Американо заканчивается или еще не заканчивается, да, и 25 стран проголосовали против. Нам с вами есть на чем работать, нам с вами есть на кого влиять. И прежде всего вокруг себя, прежде всего на людей, которые дают интервью Крым реалиям, нам с вами нужно больше проявляться в сети, нам нужно писать ролики, нам нужно показывать жизнь Крыма и не в связи с резолюцией третьего комитета ООН. Нет, это нужно для Крыма, для бренда Крыма. Мы все равно понимаем, что рано или поздно в течение двух-трех лет Крым станет глобальным курортом. Мы прекрасно понимаем, что для этого нужно создать информационное поле. Так давайте это и сделаем. Сегодня 15 ноября 2017 года, среда, в эфире была информационная война. Очень миролюбивая передача. Спасибо за внимание.